Мы пришли и официально сделали заявку на встречу с депутатами и москвичами. Сама встреча заявлена с половины восьмого вечера до десяти, поэтому если кто-то, наверное, хочет задать свои вопросы и побеседовать с депутатами, еще есть такая возможность. Либо обменить эти законы, потому что мы, депутаты, в зале заседания голосуем, либо не голосуем за эти законы. К сожалению, власть испугалась. Я теперь представляю, что будет, когда назначатся выборы в Государственную Думу в 2016 году. Если за восемь месяцев на подступы к так называемой их демократии они выворачивают руки депутатам Государственной Думы, они просто растапкивают избирателя. И они говорят, что в Москве будут честные выборы. И еще в послании президента... Он послал, в том числе и этих силовиков, вы давайте будут честны у себя депутатов, которые будут навязывать. Навязывать повышение коммунальных услуг, будут навязывать капремонт все больше и больше, будут навязывать сборы дальнобойщикам, будут обесценивать рубль, будут увольнять с работы, будут сокращать рабочие места, будут вводить платную оплату в здравоохранение, как сейчас. На 36% уже увеличены платные уплоги здравоохранения, будут вводить в школах платные занятия, платные продлинику, платные физкультуру, платные бассейны. Все платное. Скоро нам не дадут возможности собираться вот здесь на тротуарах. И это называется демократия по-путински. Я специально говорю по-путински, потому что только что и прошло послание президента. Только что он сказал, давайте у нас демократия, у нас будут выборы. Народ является единственным источником власти по Конституции Российской Федерации. Где власть? Где Конституции? Мы пришли с вами обсудить всего лишь один вопрос. Имеем на это право. Ввели законом платные парковки в спальных районах. Митинги прошли по всей Москве. Люди возмущаются, зачем платы за эти платные парковки. Не нужны они в спальных районах. Мы решили собраться и посоветоваться с вами. Мы считаем, что они не нужны. Как вы считаете? Я призываю силовиков, ОМОН, полицию. Я призываю соблюдать Конституцию. Не провоцировать. У нас идет встреча, мирная встреча. Мы обсуждаем законы. Мы берем наказы от избирателей, мыствичей, для того, чтобы их озвучить на пленарном заседании Государственной Думы, на пленарном заседании Московской Городской Думы. Потому что вы... Происходит задержание прямо сейчас. Вы доверили нам эти законы писать и принимать, либо не принимать. Я требую, чтобы не было провокации от силовиков. Идет встреча с депутатами Государственной Думы. И мы принимаем решение. И мы принимаем решение. А я рекламу, чтобы не заберем. Есть информация, что сейчас, ближе к центру, от точки, где мы с вами общаемся с избирателями, ОМОН или полиция зачищают граждан, зачищают избирателей, москвичей. Я требую не допустить произвола полиции. Я требую от полиции соблюдения законности. Зимашкин Валерий Федорович, Родин Владимир Романович, Рябов, да, Николай Федорович, и я Потап Александр Владимирович. Буквально, да, Тетюкин, да, Вячеслав Николаевич, да, буквально 10 минут назад. Когда полиция вот отсюда, со стороны известий, начала давить людей, прямо сзади меня были женщины. Они кричали, скрикивали, и они стали поддавливать и бросили меня на металлоконструкцию. Я сейчас с вами разговариваю, у меня ушиблен левый бок и спина. Разрешите, разрешите, разрешите. Сейчас они начали попытку силового захвата с этой стороны. Они фактически травмировали меня. Если вы не угрожаете, я после нашей встречи поеду в травмопункт, потому что я хочу, чтобы были свидетельские показания. Это грамм, который мне нанесла городская полиция Москвы, Тверское отделение. Господин Никитин, который уже два года назад здесь отдавил нас, депутатов Госдумы и депутатов Московской городской думы, недалеко от мэрии Москвы. И были принесены определенные извинения, но люди остались на связи. Люди ведут фактически преступные действия против депутатов Госдумы. Оказывают сопротивление представителям органов федеральной представительной власти. Не допустите произвола полиции. Я попытался вызвать к здравому смыслу руководства департамента региональной безопасности. Люди начинают скандировать позор, по всей видимости, еще кто-то задержан и доставлен в оттазах. Возвращать нас на сквер Пушкинской площади было заявлено, что это не будет сделано. Больше того, дана команда, я вижу, ОМОНу, начать рассекать присутствующих здесь на сегменты и пытаться их выдавливать. Я думаю, мы должны, тем не менее, провести встречу, о которой договаривались. Здесь пришли много депутатов Государственной Думы. И давайте приступим к обычному обсуждению. Валерий Федорович отошел пока, также пытается поговорить с представителями полиции. Значит, дальше, мы масса пытались организованных вещей сделать. Здесь записи выступающих, желающих что-то высказать. И немножко какие-то планы свои были. Но раз нас поставили в такие необычные условия, давайте в них тоже проведем. Постараемся кратко и понятно. Значит, я уже говорил о том, что власти под предлогом освобождения центра Москвы от избыточного транспорта начали свою работу с внедрением системы платных парковок в пределах бульварного кольца. Спасибо. 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 Спасибо.